В библиотеке имени Шишкова самая богатая коллекция виниловых пластинок в городе и даже крае. Здесь их более 16 тысяч и лишь 15 из них с композициями легендарных битлов. Сотрудники говорят, каждая пластинка уникальна. Послушать их меломаны приходят практически каждый день. Приходят много студентов, приходят послушать целыми компаниями. Бывает иногда приходят люди уже зрелого возраста, старшее поколение. Всемирный день Битлз в Шишковке решили отметить небольшой выставкой. Представили нотные партии, тексты песен битлов и книги с интервью. Есть даже последняя Джона Леннона, которая тот дал за три дня до гибели. Все истории воедино собрал друг музыканта, журналист Джонатан Котт. Сейчас мы все пытаемся играть рок-н-ролл и поменьше философствовать. Во всяком случае мы себя в этом убеждаем. Мы занимаемся всей этой колбасней, потому что мы рокеры. Наша коллега Анна Черетун является ярой поклонницей битлов. Вот только в ее рабочем кабинете нет многочисленных плакатов и постеров с изображением кумиров. На столе рядом с компьютером стоит маленький картонный Леннон, как талисман. Никак у меня не получается съездить в Горный Алтай на фестиваль Битлз. Я надеюсь, что в этом году я все-таки исполню эту мечту и сфотографируюсь рядом с очками Джона Ленна и рядом с его памятником. Всемирный день Битлз отмечают с 2001 года. 16 января выбраны не случайно. В 57-м именно в этот день в Ливерпуле открылся клуб, где и начали свой путь тогда еще никому неизвестные музыканты. В привычном составе они проработали 8 лет, официально выпустили 13 альбомов, а в 1970-м группа распалась. И сегодня барнаульские поклонники Битлз, такие же, как Анна Черетун, придут домой и включат любимую песню, отметив таким образом Всемирный день Битлз. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости.